Спортивный комплекс Родина теперь не узнать. Потолок пола и стены зачистили до кирпича от советской плитки и штукатурки. Демонтировали старую систему вентиляции. Подготовительные работы практически завершены и уже в ближайшие дни начнется отделка здания. Обсудить ход и детали реконструкции приехали депутаты и представители администрации. С фундаментами вы работаете? Да, конечно. Тут у нас будет усиление фундаментов всего здания. Внешний и внутренний облик спортивного комплекса изменят полностью. Появятся более удобные раздевалки, а также зоны ожидания и кафе. В холле, где будут родители ожидать, планируются плазменные панели поставить, телевидение полностью. Ребенка, когда открытые уроки будут у преподавателя, они смогут наблюдать. У нас будет система, можно будет наблюдать за ходом тренировки? За ходом тренировки. В самом бассейне демонтируют старую чашу, установят компьютерную систему. Она будет показывать температуру воды и степень хлорирования, а также регулировать вентиляцию. Перепланировка планируется лишь незначительная. Из перепланировки у нас добавится крыльцо. Оно увеличится, получится гардеробная туда вынесется и техническое помещение электрощитовое. Сделаем фасады, здание станет теплое, внешний облик появится совсем другой. Если электрик уберем, экономим электроэнергии, более современные будут осветительные приборы. Сам бассейн, он сейчас подойдет к нормативному, он будет длиной 25 метров, сейчас там меньше. Уберутся борта, которые есть, он станет переливной. За реконструкцию спортивного комплекса проголосовали сами жители городского округа. А удалось реализовать ремонт в рамках государственной программы Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры. Я хочу сказать огромное спасибо нашему правительству Московской области и нашему губернатору за то, что максимально в короткие сроки включили наш объект в государственную программу Московской области и выделили необходимые средства на реконструкцию этого ключевого спортивного объекта нашего городского округа. Депутаты Совета депутатов Химок уверены, что простое в реконструкции удалось избежать благодаря активности жителей. Пошли какие-то разговоры, что дома будут строить там на этом месте. Конечно, все эти разговоры однозначно отмели. Администрация и отдельная группа занималась о проработке финансирования вместе с Советом депутатов. Здесь и областные средства. Но самое-то главное, голосование жителей, это подтолкнул этот процесс. Реконструкция спортивного комплекса «Родина» будет продолжаться в течение 13 месяцев. По нашему округу это один из самых востребованных проектов. Я сама, как мама, ребенка, который занимается плаванием в спортивной школе Химки, знаю обеспокоенность родителей, знаю, что они до сих пор продолжают заниматься у своих тренеров, но на других площадках временно. Сегодня очень приятно было услышать, что речь идет не просто о ремонте, а о развитии. Вернуться на свою площадку юные спортсмены и тренеры смогут ориентировочно в ноябре 2022 года, в год 40-летия спортивного комплекса «Родина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова